Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И частным клиникам помогут с госденьгами. ФАС взяли на контроль распределение средств фонда ОМС. Начну выпуск с новостей о рынке медуслуг. Управление антимонопольной службы по республике взяло под контроль распределение среди медицинских учреждений средств фонда обязательного медицинского страхования среди частных клиник. Настолько жалобы увеличились. И мы решили посмотреть ситуацию, почему эти жалобы возникают, как становление рынка медицинских услуг идет, как частные предприятия, частная компания в эту сферу вторгается. По данным ведомства, на рынке слабо развита конкуренция из-за неравного распределения объема денег среди учреждений здравоохранения. Так, на сегодняшний день в республике работают почти полторы тысячи частных медучреждений, а в программе ОМС участвует только 58 организаций из сотни заявленных. Остальные не прошли отбор. Многие участники рынка ставят под сомнение компетентность состава тарифной комиссии, распределяющей деньги фонда ОМС. Бизнес вкладывает деньги в развитие. Они хотят иметь, так сказать, определенные возможности участвовать в государственных программах. И здесь, когда происходит распределение вот этих объемов, возникает вопрос. Организации, которые частные, они должны знать, на каком основании происходит отбор этих организаций. Они должны знать, к чему им стремиться, к каким критериям они где-то что-то не соответствуют. Около 300 миллионов рублей сэкономил Минфин Башкортостана в прошлом году в процессе замещения рыночных кредитов на федеральные бюджетные. Данные телеканалу РБК Уфа сообщили в ведомстве. К концу 2015 года госдолг республики сохранен на уровне 24 миллиардов 600 миллионов рублей. Башкортостан с показателем 22,3% по долговой нагрузке на бюджет занимает первое место среди субъектов при Волжье и 12 место в России. По мнению аналитиков агентства Fitch Ratings, республика обладает положительным рейтинговым фактором. Долговой портфель республики состоит из облигаций – это 53%, бюджетные кредиты под 0,1% годовых – 37% и рыночные банковские кредиты – 10% от общей суммы. Сроки погашения около 80% долговых обязательств распределены до 2020 года, а остальные 20% приходится на кредиты из федерального бюджета с погашением в период с 2023 по 2024 годы. Сейчас информация о курсах валют установлена Центробанком на сегодня. Доллар и евро показали разнонаправленную динамику. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на рубль и 6 копеек до 65,78 рубля. Европейская валюта подорожала, правда, незначительно на 12 копеек, а сегодня оценивается в 74,69 рубля. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Центркомбанке за 65,30 рубля, продажа в БКС-банке за 65,79 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Уралкапиталбанке за 74,09 рубля, по продаже в Бинбанке и МДМ-банке за 74,78 рубля. Права туристов при покупке путевок планируют расширить. Парламент Башкортостана Корултай подготовил поправки к региональному закону о туристской деятельности. Сегодня об этом сообщил спикер ЗАГС Собрания Константин Толкачев. Как говорится в пояснительной записке, путешественники смогут получать копии свидетельства о регистрации турагентств в Едином республиканском реестре операторов. Полномочиям органов госвласти Башкортостана предлагается включить аккредитацию организаций, которые классифицируют гостиницы и места размещения, горнолыжные трассы, пляжи и поставщиков услуг в сфере туризма. По данным РБК Уфа, объем рынка туриндустрии Башкортостана в прошлом году составил 15 миллиардов 200 миллионов рублей. По сравнению с 2014 годом рост составил 18 процентов. О туристской деятельности государственным полномочиям нашей республики в соответствии с данным законом будут нанесены вопросы, связанные с лицензированием организаций, занимающихся туристической деятельностью. Это тоже очень важный вопрос, потому что все-таки в этом аспекте тоже нужно наводить порядок, чтобы люди несли ответственность и знали, какой объем полномочий на них возлагается. И башкирский оператор сети автозаправочных станций «Интеграл нефтепродукт» подал иск на собственное банкротство. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на материалы арбитражного суда республики. К рассмотрению иск пока не принят. В отношении «Интеграл нефтепродукта» возбуждены исполнительные производства на сумму в 128 миллионов 340 тысяч рублей. Почти 4 миллиона – это задолженность по заработной плате. Ранее руководство компании подтвердило телеканалу «Рыбака Уфа» намерение выйти из бизнеса топливной розницы и продать 17 автозаправочных станций за 700 миллионов рублей, а также имущество завода в Октябрьском за 550 миллионов и торгового центра в Нефтекамске за 200 миллионов рублей. Иск о признании руководства «Интеграла» банкротами в начале мая подавало башкирское отделение Сбербанка. Отмечу, что в 2015 год оператор сети автозаправок завершил с чистым убытком в размере почти 48 миллионов рублей. Выручка его уменьшилась почти в 4 раза с 2 миллиардов до 425 миллионов рублей. О новостях пока все. РБК Уфа продолжает следить за развитием событий в республике. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова